В Рязанской области 3 июля стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Участники сдают экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Одна из важнейших особенностей экзаменационной кампании 2020 года – соблюдение требований безопасности. Технологическая цепочка ЕГЭ действительно проходит без изменений. Те изменения, которые сейчас есть у нас, связаны прежде всего с санитарно-эпидемиологической ситуацией. Это основная задача, которая сегодня стоит перед всеми организаторами проведения единого государственного экзамена – это обеспечение безопасности и сохранение здоровья обучающихся участников единого государственного экзамена и сотрудников пунктов проведения экзамена. Для участия в первом дне ЕГЭ поданы заявления от более 800 человек. Их принимают 10 пунктов проведения экзаменов. В каждой аудитории установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха, обеспечен питьевой режим. Все сотрудники пунктов проведения экзаменов снабжены средствами индивидуальной защиты. Вторая задача – это обеспечение объективности и прозрачности проведения единого государственного экзамена. В этом году все участники единого государственного экзамена уже имеют аттестаты о среднем и общем образовании. Это тоже особенность этого года. Аттестаты участники получили по результатам промежуточной аттестации в соответствии с документами. И связано это также с санитарно-эпидемиологической обстановкой. В этом году в нашем регионе планируют сдавать ЕГЭ 19 участников из других регионов – Ярославской, Тверской, Московской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга, которые в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией оказались на территории Рязанской области. Олеся Катрувская, телекомпания «Город».